Экономика Приднестровья под жестким прессом COVID-19. Убытки несут все, от небольших предприятий до крупных налогоплательщиков. При этом расходы страны растут на борьбу с коронавирусом, на поддержку граждан в период ЧП. Ситуацию в экономике обсудили на Координационном совете. Заседание Координационного совета. На повестке ситуация в экономике. Апрельские показатели в минусе. Экспорт просел почти на треть, упал импорт, бюджет теряет миллионы. Но средства на социальные выплаты есть. Как отметила глава Минфина Татьяна Кирова, это первостепенные статьи расходов. Апрельские пенсии и зарплаты бюджетникам Минфин закрыл в срок. И уже начались майские выплаты. Хочу отметить, что в условиях кризиса основной и первостепенной задачей социальных государства является своевременное финансирование заработных плат, пенсий и других необходимых социально защищенных статей. Государство продолжит оказывать помощь семьям, чьи дети питались по льготам в школах и садах. Продукты раздали практически всем. В списки, кстати, внесли и студентов льготников. Продукты получат и дети, которые обучались дома по состоянию здоровья. Напомню, что выдача продуктовых наборов в период ЧП будет носить регулярный характер, ежемесячный. Поэтому с главами госадминистрации, с поставщиками уже сейчас начинайте вырабатывать механизм закупки для того, чтобы вторая партия за соответствующий месяц продуктовых наборов также была выдана. Еще один важный вопрос – помощь предпринимателям. Многие все еще в простое. Одна из поддержки – пособия по безработице. По данным Минсоцзащиты, деньги получили почти 2000 человек. Предприниматели покрупнее оформили льготные кредиты на зарплаты для сотрудников. Процент почти нулевой. Фактически, аванс от государства. В списке 10 предприятий – это транспортные компании, небольшие магазины и кафе. Еще 11 заявлений в работе.